Болезни. 1951 год. Дорогая матушка Валентина, мир вам и спасение. Давно от вас не получал известий и не знаю, как ваше здоровье. Знаю, что болезни и немощи одолевают вас, что конец приближается и к вам, как и ко мне. Я тоже стал чувствовать приближение конца. Все виды простудных заболеваний, ревматизм, поясница, боли в костях, шум в ушах и прочее. Все это раньше скрыто таившееся стало открыто и довольно сильно проявляться. Особенно слабость и вялость в теле и в душе дают себя знать. Нет бодрости душевной. Стал сильно страдать и болезнями, и скорбями других людей. Жить мне никогда не хотелось и теперь не хочется. Только желание помочь нуждающимся еще поддерживает интерес к жизни. Сам же по себе я, кажется, в любую минуту рад был бы покинуть мир сей. Страшит, конечно, неподготовленность. Ну и это умеряет надеждой на милосердие Божие. Хочется приехать к вам. Может быть, после Пасхи я сумею это сделать. Ездил на два дня в Москву. Брат Володя был при смерти, но, слава Богу, выкарабкался. Своими сожителями очень я доволен. Нет у них никаких претензий и фокусов, как у многих других. Как ваше духовное состояние? Мирно ли живут Мариша с Катей? Когда они поймут, что за чечевичную похлебку продают свое достоинство дщерей Божиих? Если не могут удержаться от ссор, то хоть после бы искренне каялись и остерегались новых вспышек. Уготовихся и не смутихся. Сколько раз было говорено, что лучше испортить дело, чем повредить душе своей. Весь мир не стоит души, а тут за пустяк губим себя. Простите меня за долгое молчание. Господь да поможет всем нам, вразумит, наставит на путь правый и благословит благословением небесным. Помолитесь за всех нас. 1951 год. Дорогая Мариша, ты пишешь, что Господь опять посетил тебя болезнью. Ты упала и расшибла себе бок. Ты сама же и знаешь, что это тебе попущение за грехи твои. Перед этим ты сильно поругалась с Катей. Воистину, за твою гневливость, несдержанность и прочее, Господь старается смирить тебя, должна и ты бороться с собой. Уготовихся и не смутихся. Так надо всегда быть готовым на то, что какая-либо страсть может проявиться и знать, что предпринять, чтобы не быть отдаленной ею. А если уж поддались, то надо смиряться, не оправдывать себя, а во всем себя винить и укорять, и просить прощения у Бога и у людей. Угодовляться ты знаешь как, а мало применяешь на деле. Привет и благословение Божие всем! Дорогие Мариша и Катя, мир вам и спасение от Господа. Получил от вас письмо. Господь посетил вас болезнью, конечно, потому что она была необходима для вашего спасения. Многими скорбми подобает в нити в Царствие Божие. Таков закон духовный. Апостолы, мученики, преподобные, все святые вошли в славу через многие великие скорби. Его же любит Господь, наказует. Биет же всякого сына. Его же приемлет. Очевидно, что нет иного пути в Царствие Божие, как путь узкий, крестный. Поэтому и вы должны не унывать при болезни и слабости. Апаче, радоваться духом, утешаясь мысленно, что Господь стал к вам ближе теперь. А в будущем и совсем сделает своими детьми, если до конца станетесь ему верными и без ропота понесете все скорбное, что он найдет нужным послать вам. «Претерпевый до конца, той спасен будет». Надо чаще призывать имя Божие, ставить себя пред лице Божие и просить терпения, когда станет слишком тяжело. Как змеи ядовитые нужно остерегаться ропота. Неблагоразумный разбойник ропотом и бранью не только усилил свои муки, но и погиб навеки, а благоразумный, сознанием, что достойное по делам приемлет, и страдания облегчил, и Царствие Божие наследовал. В утренней молитве преподобного Макария Великого говорится «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред тобою». Если так чувствовали себя великие угодники Божие, то мы что должны чувствовать? На что мы можем надеяться? Единственное, только на милость Божию. Забыв все свои добрые дела, мы должны, как мытарь, взывать от всего сердца «Боже, будь милостив нам, грешным». И если мытарь только за такую молитву был оправдан от всех грехов, то ясно, и мы должны веровать, что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем молиться и надеяться на милосердие Божие. Никакая болезнь не помешает хоть несколько раз в сутки из глубины души обратиться с покаянием ко Господу. Не было случая, чтобы Господь отказал когда-либо кающемуся в прощении. Только тогда Господь не прощает нам, когда мы сами не прощаем другим. Поэтому помиримся со всеми, чтобы Господь помирился с нами. Простим всем, чтобы и Господь нас простил. Сейчас такая тяжелая погода, что вам, наверное, особенно трудно. Мы все тоже кряхтим, вечером ждем утра, а утром, когда можно спокойно лечь в постель. Да хранит вас Господь, да подаст вам терпение и молитву, а через них радость духовную, превозмогающую все болезни телесные и все скорби мира сего приходящего. Конец близо, не часом же пицитеся, мужайтеся, и докрепится сердце ваше. Монахине Марии Комаровой и ее сестре Екатерине, 1958 год. Мир вам, дорогие, мир всем. Ты пишешь, что очень скучаешь, не можешь оставаться одна дома, ревешь и не знаешь, с кем поделиться. Любящему Господа вся поспешиствуют во благое. Если бы скорби не были полезны людям, то Господь бы не посылал их средства от тоски, от скорби, молитва или псалмопения и благодарения Господа. Если будешь понуждать себя читать псалтирь со вниманием и вставлять чаще молитву Иисусову, Божией Матери и всем святым, то скорбь твоя утихнет, и ты получишь большую пользу душевную. Если же будешь изнывать в скорби и плакать по-мерзки, то сильно погрешишь и повредишь себе телесно и духовно, не найдя утешения. Открывай свое сердце Господу со всеми немощами своими, не оправдывай себя. Считай себя достойной не только временных скорбей, но и вечных мук. Не теряй, однако, надежды на милосердие Божие, надеясь на крестные страдания Спасителя, взявшего на себя грехи всего мира, и обретешь отраду и мир и спасение. Можешь читать псалтирь или другие какие молитвы сидя и лежа, только не давая воле празднословию и мечтаниям. Скорби и болезни помогают человеку оторваться от суеты земной и больше прилипляться к Богу. Не унывай зря, предавайся в руки Божии, не осуждай никого, имей со всеми мир, и Господь утешит тебя. Привет всем и благословение Божие! Спасайтесь! Монахини Евпроксии 20 июня 55 года Мир тебе и спасение от Господа нашего Иисуса Христа! Мне передали, что у тебя были опять тяжелые сердечные припадки. Ты должна из этого понять, что Господь напоминает нам болезнями об исходе нашем из этой жизни и о неизбежности смерти. Вся беда наша, что мы не сознаем вполне своих грехов, а поэтому нет глубокого покаяния, даже хуже. Мы прилагаем грехи ко грехам, да еще других виним в своих грехах, а себя оправдываем. Поэтому и нет у нас духовного роста. Мы все время ползаем по земле, а древние змеи жалят не только в пятку, но и в сердце, и в голову. А мы до старости не научились поражать голову змия. Каждый день на несколько минут представь, что ты умерла и стоишь пред Господом в ожидании определения своей дальнейшей судьбы. В утренней молитве Макария Великого говорится «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред тобою». Так чувствовали себя великие святые. А мы как будем чувствовать себя на суде Божием? Да и здесь, на молитве, как должны себя чувствовать? Единственная нам приличная молитва – «Боже, милости в будем не грешному». Так мы будем говорить по смерти. Так должны и здесь, как можно чаще и от всего сердца повторять ее. Проси у Господа, чтобы Он дал тебе понять силу и глубину этой молитвы. Пишу тебе лежа. Схватил гриб. Будь здорова. Спасайся. Господь да благословит тебя и вразумит. Монахини Евпроксии. 26 октября 61 года. Что-то ты стала очень болеть. Игнатий Брянчанинов говорит, что болезни – это напоминание нам от Господа, что смерть наша не за горами. И следует нам очистить все прошлое искренним сокрушением, покаянием, принятием святых тайн. Надо творить и дела милосердия. Милостыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о вещественной милостыне. Гораздо дороже милостыни духовная. Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних жалеет их, прощает им их грехи и недостатки и просит Бога простить их. Надо также не роптать, когда терпишь болезнь или невнимание окружающих, холодность их и прочее, а говорить от всего сердца «Достойное по делам моим приемлю, помяни мя Господи во царстве Твоем». Старайся всеми силами помнить Господа. Без призывания имени Иисуса Христа бесы будут лезть к нам, творить всякие пакости, мучить, тянуть к себе и в бездну. Болезнь и предсмертные страдания, преддверие вечности и отражение нашего устроения, нашей жизни, что собрали в течение жизни, все это выявится при смерти. Доброе и злое. Поэтому надо просить у Господа, чтобы даровал нам прочее время живота нашего в мире и покоянии скончати. Вспоминай все прошлые грехи, сокрушайся, плачь, проси прощения у Господа, помирись и со всеми людьми помирись так, чтобы люди почувствовали Твое сокрушение и сердцем, а не языком, простили Тебе и сама всем прости. Доброзумит и поможет Тебе Господь покаяться и подготовиться к смерти. У нас было много неприятностей с введением новых порядков в Церкви. Возможно, что придется мне и уйти отсюда. Монахиня Евпроксии 24 декабря 1962 года Наступило и для Тебя время, когда жизнь становится труд и болезнь, а потом смерть. Никто не живет вечно на земле, и однако все страшатся смерти. Недаром Святая Церковь постоянно молится о даровании христианской кончины безболезненной и прочее. Чем крепче вера, чем сокрушеннее сердце, тем легче умереть. Если твоя опухоль мешает Тебе, то можно обратиться к врачу и сделать операцию. От всяких осмотров можно отказаться, а если из-за этого они не станут оперировать, то и не надо. Теперь все боятся каждой опухоли, считают, что это рак. Лучше всего надо нам готовиться к смерти. Немного раньше, немного позже. Какая разница, все равно умрем. Надо всем простить, со всеми примириться, просмотреть свою жизнь и поплакать, посокрушаться сердцем о грехах своих и просить прощения у Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. У нас все по-старому. Буди милость Божия на всех, да хранит Тебя Господь и вразумит на все доброе. Дорогой Сережа, получил твое письмо. Наверное, тебе уже сделали операцию и, надеюсь, удачно. Я все время помню о тебе и желаю здоровья не только телесного, но и, что неизмеримо важнее, душевного. Поверь мне, что болезнь твоя не случайна, она послана тебе по великой милости Божией для спасения твоей души. Нужно было оторвать тебя от той безобразной жизни, которая губила тебя и огорчала всех любивших тебя. Я уверен, что ты вполне осознал свое неладное прошлое и раскаиваешься в нем. Очистить душу от прежних скверн может один только Господь. И если ты без ропота, а с благодарностью к Богу потерпишь свою телесную болезнь, то этим покажешь свою веру, свое покаяние и смирение, и получишь не только прощение сделанных прежде грехов, но и помощь на будущее время для борьбы с дурными влечениями, а после смерти вечную жизнь в общении со всеми святыми неизреченную радость. Не унывай, родной, отгоняй уныние и неверие, чаще призывай имя Божие, и Господь утешит тебя, хотя и даст потерпеть болезнь. Закон духа говорит, что многими скорбми подобает в нити в Царстве Божие. Знаешь, через какое страдание перешли в будущую жизнь апостолы, мученики, подвижники, как же нам, грешным, войти в Царствие Божие без скорбей? Невозможно это. Поэтому и сказано, что кого любит Господь, тех наказывает скорбями и болезнями, чтобы принять в свою славу по смерти очищенными через покаяние и болезни. Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай себя мысленно говорить «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Достойное по делам моим приемлю! Благодарю тебя, Господи, что послал мне болезнь для спасения души моей! Слава тебе, Господи! Слава тебе!» Говори эти слова десятки, сотни раз. Говори убежденно, от всего сердца, и через некоторое время почувствуешь облегчение на сердце, мир и спокойствие, твердость и терпение. Это признаки посещения благодати Божией. Дай обет Господу оставшуюся жизнь провести по-христиански, и Господь продлит дни жизни твоей на земле для покаяния и для приобретения новых свойств душевных, необходимых в Царстве Божием, смирение, кротости, воздержание во всем, милосердие, благоговение и благодарности к Богу, и прочее. Старайся меньше разговаривать с людьми, а упражняйся во внутренней молитве. Господь да благословит тебя и вразумит на всякое благое, но и сам ты уклоняйся от зла и твори благо. Борись с грехом, живущим в каждом человеке, ибо Царствие Божие усилием берется. Будь здоров телом и душой. 25 августа 58 года Мир вам, дорогие Сережа и Катя. Простите, что я долго не отвечал. Не стану оправдываться, хотя и мог бы. Простите. Прежде всего, большое спасибо за землянику. Очень благодарен. Все пришло в целости. Простите, что затруднил. Сережа, как твое здоровье? Спала ли опухоль? Прошли ли боли в плечах и в груди? Относительно внутреннего делания скажу тебе, не ставь себе никаких больших задач, не устанавливай никаких сроков, а всегда и во всем удерживайся от зла, от нарушения внешних или внутренних заповедей и понуждай себя на делание добра. То есть, хотя и с великим усилием и борьбой, однако старайся поступать не как хочется тебе, а как велит Господь в святых заповедях. Сказано ведь не даром, Царствие Божие силою берется. К этому деланию прибавляется еще одно терпение скорбей и болезней. Тебя посетила великая милость Божия, не хотящая смерти грешника. Ты погибал духовно. После смерти тебя ожидала бездна адская. Слов ты не слышал, да и не мог. Нужно было сильное средство, чтобы оторвать тебя от пути погибельного. Это средство, и вынужден был Господь послать тебе в виде твоей болезни. Поэтому не рабщи на Бога, не унывай, а благодари Его за милость к тебе и заботу о твоем спасении. Сказано в Слове Божием, Его же любит Господь, наказует, биен же всякого сына, Его же приемлет. Итак, ты близкий Богу, не оскорбляй же Его неблагодарностью, нарушением Его святых заповедей, ропотом. Чтобы стяжать неразвлекаемую молитву, надо смиряться пред Богом и людьми и немало упражняться. Без смирения человек всегда будет рассеиваться. Но не унывай и не отчаивайся, а терпи, жди, считай себя недостойным никаких дарований. Воистину, мы все недостойны не только каких-либо особых милостей, но недостойны и имя Божие произносить. «Если будет полезно для тебя, то Господь продлит твою жизнь для твоей пользы. Жизнь во вред для души в тысячи раз хуже смерти, если она приводит в Царствие Божие. Я рад, что ты победил свое огорчение на меня. Это дает надежду, что ты с помощью Божией победишь в себе мирские взгляды, влечения и все удаляющее нас от Бога. Так побеждай и прочие страсти. Это нелегко, но это единственный путь ко спасению. Всегда обвиняй себя, говори самому себе. «Господь знает все, значит, мне так надо». И успокоишься. Слушай в духовных вопросах Катю. Будьте мирны. Господь да благословит вас, да вразумит на все доброе. Простите меня, Сережа, за обиду. Может быть, и не так надо было мне поступать. Помолитесь за меня, и я вас поминаю. Привет всем знакомым. Трудись. Не унывай. Все терпи. За все благодари Господа. Любящий вас. Энн. 13 апреля 63 года. Дорогой Сережа, у тебя, очевидно, не вполне благополучно с основной болезнью. Господь давал и еще даст тебе время на покаяние. Нет иного средства получить прощение сделанных грехов, кроме искреннего глубокого покаяния. Эту искренность покаяния мы должны показать оставлением грехов, молитвой и деланием добра ближним и всем, кто попросит нас. Все самые отъявленные грешники, разбойники, например, Моисей Мурин, Давид, Варвар и другие, искренним покаянием, доказанным оставлением прежних грехов и добрыми делами, не только получили прощение во всем, но и достигли и святости. Твои грехи я знаю, а к ним надо прибавить еще грех. Ты обращаешься к Господу, когда грозит болезнь. А как только перестаешь бояться болезни, то и Бога перестаешь бояться. Ты просишь разрешения приехать на светлые недели. Прости, но я так слабо себя чувствую, что мне теперь ни до кого трудно терпеть и самого себя. Прости меня, помяни иногда и меня в своей молитве. Да благословит тебя Господь и спасет ими же весть судьбами. Писал за большим трудом. Александрия Белокопытовой Мир тебе, сестра! Что ты пишешь? Такие отчаянные письма. Разве там ты одна только несешь трудности? Дело не во внешних трудностях. Это ты сама, я думаю, понимаешь, а в твоем душевном устроении. Куда бы ты ни ушла от себя и от врага не скроешься. Все твое будет с тобой и будет мучить на другом месте тебя еще сильнее, чем тут. Ты не должна забывать, что духовный закон так гласит. Многими скорбями подобает в нити в Царствие Божие. Аще кто хочет по мне идти, да отвяжется себе, возьмет крест свой и по мне грядет. Царствие Божие силой уберется. Терпением стяжите души ваши. Претерпевый до конца той спасен будет. В мире скорб не будете. Мир вас возненавидит. Аще хощеши работайте Господеве. «Уготови душу твою во искушение» и тому подобное. А святые отцы выражают эту мысль кратким и сильным выражением. «Дай кровь и прими дух». Это общий закон для всех спасающихся. Если обратиться к примерам, то в каждом житии найдешь подтверждение этого закона. Пример для всех Господь Иисус Христос, апостолы, мученики, исповедники, преподобные. Это яркие примеры, всем известные. В более слабой степени и все, хотящие благочестно жить о Христе и Иисусе, были гонимы, оскорбляемы, терпели болезни и скорби внешние и внутренние. Кроме того, ты должна знать пророчества древних отцов, что в последние времена будут спасаться монашествующие не подвигами, а терпением скорбей. Это до такой степени верно и необходимо, что наивернейшим признаком избрания Божия и любви Божией к человеку является множество находящих на этого человека скорбей и болезней. И обратно, если человек считает себя верующим, а скорбей и болезней у него нет, то это, по мнению святых отцов, есть признак, что Господь не благоволит к этому человеку. Теперь примени сказанное к себе. Господь, желая спасения тебе, любя тебя, посылает тебе необходимое для всех без исключения средство скорби. А ты что? Ты не понимаешь этого, считаешь скорби лишними для себя, даже губительными. Они и губительными, но не для души твоей, а для твоей греховной падшей природы, губительны для ветхого человека, но спасительны для нового человека. Враг знает это и, возмущая тебя, дает ложные мысли, нетерпение, отчаяние, осуждение людей, порядка в жизни, начальство и тому подобного. Ты должна это понять, познать опытом и воспротивиться дьяволу. По слову Божию, скорби и страдания в земной жизни христианина не только не зло, но дар Божий. Вам даровася, по-гречески дан дар, ежа о Христе не токма, ежа в него веровате, но и ежа по нем страдате. Филипийцам 1, 29 стих. Необходимые для спасения человека скорби могут восприниматься человеком труднее или легче в зависимости от устроения человека. Если человек примет на веру Слово Божие о необходимости и неизбежности скорбей для спасения, если он сознает свои бесчисленные грехи словом, делом, помышлением, сочтет себя вполне заслужившим не только посланных скорби, но и гораздо больших, смириться пред Богом и людьми, то скорби станут легче. А потом породят в человеке то, что дороже всего мира со всеми его земными радостями, по слову апостола Павла, «Око не видя, ухо не слыша и на сердце человека не взыдоша, я же уготова Господь любящим его». Если же человек будет роптать на скорби и болезни, будет искать виновника этим скорбям среди людей, бесов, обстоятельств, станет всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в этом, покажет ему мнимых виновников, начальства, порядки, соседей и прочее и прочее. Возбудит в нем вражду и ненависть к ним, желание мстить, оскорблять и прочее и прочее. А через это приведет душу такого человека в мрак, отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место, скрыться хоть под землю, лишь бы не видеть, не слышать мнимых врагов, а на самом деле слушая и услаждая действительного смертельного врага своего, дьявола, обнушающего ему все это зло и желающего погубить его, иногда довести даже до самоубийства, то есть верной гибели. Если хочешь найти мир душевный, отраду и верное спасение, смирись под крепкую руку Божию, и он вознесет тебя. Это значит, прими все случающееся с тобой, как от руки Божией, а не от человеков, бесов, обстоятельств и прочее. Ибо воистину все происходящее с нами не может прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства только орудия Божия, часто не понимающие того, что делают. Господь Иисус Христос возвестил всем, что предстоящие ему крестные муки не есть дело людей, фарисеев, книжников, Пилата, Иуды, они только орудия. Чашу южедадими, Отец, не имам ли пить ее? Чашу страданий Иисусу Христу дали не люди, а Отец Небесный для искупления падшего человечества. И нам всем, хотящим спастись, дает чашу скорбей Господь, не люди. Если Господь страдал за нас, то как скажи не страдать нам за свои бесчисленные грехи, которых мы к тому же и не видим? Надо просить у Господа «Даруй ми зреть и моя прегрешение». Если получим этот дар, зреть свои грехи, почувствуем всю их тяжесть, всю неприемлемость для Бога человека с грехами, необходимость получить от Господа прощение их и очищение прокаженной души нашей силою Божией, тогда припадем ко Господу, восплачемся пред Ним, как жена грешница, и будем от всей души взывать, как мытарь «Боже, милости будем не грешному». Господи, что хочешь, делай со мной, пошли любые скорби, только прости грехи мои, очисти душу мою прокаженную, не лиши меня небесного Твоего царствия, не предай в руки врагов моих, бесов, смирись пред Богом, то есть, как благоразумный разбойник, скажи от всего сердца «Достойное по делам моим приемлю, о мени мя Господи во царствии Твоем». Не уподобляйся другому разбойнику, который роптал на всех, ругался, обвинял других в своих страданиях и этим только отягощал свое состояние и погиб, а благоразумный разбойник понял свою вину, смирился, обратился к Господу и получил утешение и облегчение в скорбях и радость скорого избавления от страдания и вечного блаженства в раю. Днесь со мною будешь в рае. Все сделал для нашего спасения Господь. Хочет спасения каждому грешнику. Должны мы потрудиться для собственного спасения, понуждать себя жить, то есть действовать, мыслить, чувствовать так, как это делал Господь Иисус Христос и как учил в Евангелии. Если будешь и ты стараться быть ученицей Спасителя, жить по заповедям евангельским, а о нарушениях вольных и невольных станешь искренне валить сердцем и приносить покаяние, будешь стараться сохранять мир со своими ближними, смиряться пред ними, за все просить прощения, то скоро увидишь на себе милость Божию, забудешь все свои скорби или легко понесешь их и станешь благодарить Господа за ту участь, которую Он послал тебе. Научитеся от меня, яко кроток есмь, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И ты найдешь покой и отраду не в перемене места, а только в заповедях Божиих, особенно в мире, смирении, не осуждении никого, покаянии и молитве. Ты, видно, мало и неохотно молишься, научись искать утешение от Господа в молитве и не отойдешь тощ. Монахиня Сергия Самое важное в вашем письме о состоянии здоровья Т, той самой Татьяны Ивановны, которая была больна туберкулезом. Если бы я имел право и силу, то я категорически потребовал бы от нее, чтобы она сделала все возможное в человеческих силах для поправления здоровья. Хотя и предоставив результат воле Божией. Нужно, чтобы тело не мешало душе. Мы и так мало способны, а если еще здоровья телесного не будет, то и вовсе можем ослабеть душой. Ведь и молитва при болезни не может быть интенсивной, а без нее трудно стяжать и смирение, которое одно смогло бы все заменить. Поздравляю вас и маму с юбилейными днями. Желаю достичь такого же возраста и духовного, что вполне возможно, как видно из биографии многих лиц. Да придут на вас всяческие благословения. Рад, что мама ваша занимается рукоделием. Молитвы Иисусовой. Очень хорошо, если в этом участвуют ум и сердце. Это ей очень пригодится в день лют, при кончине и на суде Божьем. Прошу вашей любовью покрыть мои недостатки. Простите, пишите, ваш друг. Юлии Алексеевне Зрожевской 15 декабря 48 года. Получил ваше письмо. Благодарю за добрые отношения ко мне. Если у вас есть недуменные вопросы по моей специальности, то приготовьте их, подумайте, а при встрече поговорим. Я хотел бы побеседовать об этих вопросах не для того, чтобы вам что-либо дать, а чтобы проверить себя, так как, несомненно, вы в Москве можете от более опытных врачей слышать разрешение тех или иных вопросов, а я мог бы для себя воспользоваться этим. Господь да благословит вас и вразумит на все доброе. Юлия Алексеевна Зрожевской 18 12 февраля 62 года Благодарю вас за письмо. Жаль очень, Любовь Александровну. Передайте от меня благодарность, благословение Божие и глубокое сочувствие. Как хотелось бы облегчить ее состояние, но что делать? Мы должны покоряться судам Божиим. Одного всячески желаю, чтобы страдания не возбудили в ней ропота и неверия. Милость и любовь Божия да покроют ее грехи. Явно, что есть особое Божие определение, чтобы большинство людей умирало от рака. Болезнь небезнадежна и дается время на покаяние. Вот почему так распространился рак. Как дела со здоровьем у Шуры? Если у нее будет рак, то это много тяжелее, чем у любви Александровны. Ведь останутся двое детей. Да и ей как с ними расставаться? Дай Бог, чтобы она еще подняла детей на ноги. А каковы они будут? Может быть, еще больше горе хлебнет она, если они вырастут и будут не теми, чем должны бы быть? Да хранит вас Господь. Юлия Алексеевна Зрожевская Получил ваше письмо о болезни Любви Александровны. Она нисходит с моей памяти, хотя всем великим и малым неизбежно приходится покидать этот мир однако когда это предстоит близкому нам дорогому человеку то невольно всей душой протестуешь против этого. В глубине каждого человека лежит сознание своего бессмертия. Он и действительно бессмертен. А то, что мы называем смертью, есть новое рождение в другой мир, переход от одного состояния в другое и для большинства христиан несомненно в лучшее, бесконечно лучшее. Вот почему и не следовало бы скорбеть при приближении смерти, а скорее радоваться. Но мы или мало верим в будущую жизнь, или страшимся ее, да и здешняя жизнь слишком цепко держит нас. С духовной точки надо бы радоваться за любовь Александровну. Господь дает ей подготовиться к будущей жизни, но берет и страх, не возробщит ли она, не будет ли малодушествовать. О, если бы она смирилась, обратилась всем сердцем к Богу, покаялась искренне во всех своих ошибках, причастилась с верой и благоговением святых тайн, тогда стала бы смерть для нее радостью, новым рождением, переходом к тем, кто любит ее всей душой, ждет ее, чтобы исполнить ее радостью совершенной, никогда не кончающейся, какой око не видя, ухо не слыша и на сердце человеку не вздоша. Передайте Любови Александровне мое глубокое сочувствие ей и великое желание преодолеть скорбь смерти и легко, радостно перейти в будущую жизнь, истинную Родину нашу, уготованную нам от создания мира, где человек сделается подобным ангелом, где лице его просветится яко солнце. Передайте ей также за то, что она, не зная меня много лет, относилась ко мне с любовью, я не забуду ее никогда, будет ли она еще долго жить или скоро умрет, и по смерти она будет дорога мне. О, если бы я имел дерзновение сказать, что моя душа всегда будет около ее и здесь, и в будущей жизни. Юлия Алексеевна, посмотрите в глаза Любови Александровне со всей любовью, какая есть у вас к ней, погладьте ей волосы, лицо, и тысячу раз поцелуйте ей руки, это будет от меня, с нами Бог. Если человек человека может любить и жалеть, то какова любовь Божия к нам, если она для нашего спасения привела его на крест, поэтому пусть не боится любовь, пусть надеется на беспредельную любовь Божию, пусть любовь Александровна оправдает свое имя и почувствует некоторую любовь к Богу, претерпевшему из-за нее ужасные муки, оскорбления и крестную смерть. Тогда любовь небесная сделает любовь земную своей родной дочерью, причастнице славы и блаженства божественной жизни. Доказать свою любовь к Богу надо терпением скорби расставания с этим миром, терпение мучительной болезни безропота, чтобы сделаться причастниками страданий христовых. Если же с ним страдаем, то с ним и прославимся. Еще повторяю, Любовь Александровна, моя душа с вами. Всей силой она желает вам того, что выше было написано. Терпите, не ропщите. Если оскудеет вера, говорите «Господи, хочу верить, хочу быть истинной христианкой». «Господи, помоги моему неверию». И Господь не оставит вас. Елизавете Дмитриевне Целовальниковой Спасибо за поздравления и добрые пожелания. И тебе мы все желаем всяких милостей от Господа, а главное, чтобы ты не унывала, не падала духом. Твердо помни слова «Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого, его же приемлет». Наказует, обучает, воспитывает, готовит к вечному блаженству. О наших временах давно сказано отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями. Здоровые да счастливые забывают о Боге, о будущей жизни. Живут словно вечно будут жить на земле и никогда не умрут. А скорби и болезни заставляют человека оторваться от земных интересов и обратиться к Богу. Поверь мне, что все земные радости не стоят одной капли духовного блаженства от Господа. Сказано «Потерпи, Господа, мужайся и потерпи, Господа, и получишь такую же драгоценную жемчужину, какой купец нашедший пошел и продал все, что имел и купил ее. А тебе и продавать не надо, только терпи свою болезнь без ропота и благодари Бога. Хотя бы сердце и противилось этому, тогда увидишь действие силы Божьей в твоем сердце, тогда само сердце уже будет благодарить его. А пока терпи. Ты еще молода, не унывай, если болезнь иногда и усилится, лишь бы не было сильной нестерпимой боли. Довразумит тебя Господь, да утешит. Если когда поропщишь или иначе как согрешишь, то придя в себя покайся пред Богом, попроси прощения и Господь простит тебя. Старайся чаще вспоминать имя Божие, молись больше, хоть про себя, если нельзя открыто. Старайся добиться, чтобы призывание имени Божия доставляло тебе духовную радость. Пророк Давид говорит, помянух Господа и возвеселихся. Добейся и ты этого частым призыванием имени его. Письма студентам Московской Духовной Академии. 1 февраля 60-го года. Мир тебе! Спасибо, что позвонил в воскресенье. Почему-то я очень обрадовался. Даже настроение стало совсем другое. дай Бог тебе здоровья, мудрости и силы. Да, епископ Михаил Чуб прислал письмо, благодарил нас за поздравление и шлет тебе пожелание успеха в богословских науках. «Я все кисну, гриб на исходе, а все как-то ненормально. Надо терпеть и понуждать себя. Сами на себя не налагаем никакого подвига, вот и посылается извне. Остается только без ропота терпеть и сознавать, что заслуживаем гораздо худшего. Тогда внешние скорби и болезни вменяются такому в его личный подвиг. О таком способе спасения в последние времена давно предсказано святыми отцами. Слава Богу за все! Да поможет тебе Господь во всем добром и удержит от скрытого и явного зла. Все больше открывается премудрость Божия в нравственном мире. Если что будет тебя смущать и не сможешь объяснить, не торопись делать рассудочных выводов, обязательно ложных, что узнаешь по их действию на сердце. Скажи себе, Господь знает, если ему угодно, то в свое время и мне откроет. Тогда успокоишься. Смирение всегда и во всем дает покой и мир душе. Да хранит тебя Господь, любящий тебя дедушка. хранит хранит